Приветствую всех на канале. В комментариях под роликами часто встречаются вопросы о ваймах, которые я использую. Эти ваймы самодельные, но прежде чем начать рассказ о них, я думаю, будет целесообразным рассказать о сборочном столе, на котором они непосредственно используются. Но не на полушь мне двери клеить. Сборочный стол. Итак, сборочный стол. Представляете себя непосредственно каркас. Усиленный. Его размеры 225 см на 85 см и высота 70 см. Внизу подстолья, в котором у меня хранятся морилки, лаки, клей, всякая мелочевка, ну и инструменты, которые я не часто использую. чтобы на то, что хранится внизу, не капал клей. Здесь у меня прибита ткань. Именно ткань, потому что ее легче заменить, чем отдирать потом капли клея от какого-то другого материала. Кстати, пора уже заменить. Ну а если необходимо что-то собирать, я его накрываю вот такими чертежными досками. Вы видите, что доски рабочие уже достаточно попользованные, но в то же время еще долго прослужат. И да, это именно сборочный стол, а не верстак. Верстак у меня отдельный, и на нем проводятся работы, которые должны непосредственно проводиться на верстаке. Ну, перейдем непосредственно к ваймам. Итак, вайма представляет из себя швеллер 80 на 30 миллиметров. Толщина металла здесь 4 миллиметра. Длина его полтора метра. Через каждые 10 сантиметров просверлены отверстия для крепления задней опоры. Это уголок, толщина 5 миллиметров, 50 на 50 миллиметров. Для набора нужной ширины, если мы, например, склеиваем щит, у меня здесь два ведерка вот таких обрезков. Накладываем, подкладываем. Здесь первоначально идет дубовый брусочек. Ну, а здесь уже набираем нужную ширину нам, чтобы сильно не использовать винт. Ну, а для фиксации щита от коробления в процессе склейки или выпрыгивания, я использую верхний брусок, который зажимается на сборочном столе, на каркасе, на самом, уже струбцинами. Теперь непосредственно о винте. Это винты от списанных столярных тисков. Достала их по случаю. Здесь хорошая резьба. Закреплен он также на уголке 50 на болтах. В принципе, в этой ВАМе просто нечему ломаться. С винтом, с этим, это пока окончательный вариант. Раньше, когда у меня их не было, я использовал вот такой автомобильный домкрат. Видите, здесь прорезь для крепления опоры домкрата. На домкрате обрезано все лишнее. Таким способом он вставлялся. Здесь была еще фиксирующая железка, чтобы домкрат не гулял. И вот так он работал. Сейчас покажу несколько примеров, как я использую эти ВАМы. Ну, я думаю, тем, кто занимается этим, уже и так все понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА